Всем здравствуйте! Меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Это моя дочь Анастасия. Всем привет! Сегодня мы хотим для вас устроить сюрприз. Рассказать о будущем розыгрыше. Да это Софочка, наша собачка, вторая. Розыгрыш будет трех призов. Один из них мои, другие о третьем расскажу чуть позже. Мы хотим представить вам розыгрыш в пользу группы, такого общества, помощи животным в сохранении жизни собакам в поле. Ссылка на них будет в описании. А это группа помощи животным, которые вот таких вот бездомышей помогают им, им лечат, ищут передержки и также помогают им найти дом. Софочка, не любят сниматься. У животных этой группы разная судьба, и часто тяжелая. Можете посмотреть сами в группе. Познакомилась с этой группой, когда пошла волонтером на выставку. Выставка проходила в феврале. Называлась она «Зоу-шоу в Санкт-Петербурге в экспо-форуме». Там проходила выставка разных животных, породистых, кролики, крокодилов. Кого там только не было. Все, вы знаете, там были. Там же была лама. Лама и северный олень. В экспо-форуме. Даже северный олень. Северный олень. Ну, маленький какой-то был. Вот. И была секция. Секция посвящена бездомным животным, которые ищут себе дом. Секцией занимался благотворительный фонд «Ветер перемен». И на одной из таких секций я представляла, была волонтером от «Сохрани жизнь собакам в поле». Вот. И то, что я наснимала на этой выставке, я оставлю в конце ролика. Все эти записи. И фотографии тоже. Ну, переходим к условиям розыгрыша, которые будет. Пост на сам розыгрыш будет находиться в группе «Сохрани жизнь собака с полей». Ссылку на этот пост мы оставим в описании к этому видео. Что нужно будет сделать? Ну, во-первых, у них в шапке профиля. Также в посте будет их счет. Нужно переслать им на счет 100 рублей. Это один талончик, билетик, ну, как лотерея. И в комментариях, когда вы будете переслать 100 рублей, вы должны написать фамилию, имя и там… В комментариях? Может быть, в сообщении? Нет, в комментариях. Не все хотят в комментариях светить свои какие-то вот настоящие. Ну, можно написать логин свой. Хоть так, чтобы мы смогли вас определить. Вы скидываете 100 рублей, не меньше, можете больше, 200, 300 и так далее. 100 рублей – это один номерок. 200 рублей – два номерка и так далее. Потом находите пост с розыгрышем, который будет закреплен в описании к этому видео. Заходите на него, пишите в комментариях перевод, сумму и комментарий при переводе, если у вас отличается логин ВКонтакте от автора перевода. И вам в ответ администратор группы напишет ваш номер талончика, порядковый номер. Один или два талончика, сколько у вас будет перевод. И пожелать удачи. Через какое-то количество времени, скорее всего, неделя, генератора сучанных чисел, мы выберем трех победителей в этой же группе прямой трансляции. Видео с Сережек нет, но я их заберу скоро, на днях, вот, и покажу их в Инстаграме. Но фотографию вы в виде, видели уже. Вот. Делитесь видео. Делитесь видео, там своим друзьям, там пересылайте. Своим друзьям, знакомым. Не можете поучаствовать, сделайте репосты. Делайте репосты в Инстаграм. Распространяйте информацию, помогайте животным. Кошка у нас орёт. Она орёт. Сопа решила попить воды. Знаете, когда в наличии огромное количество животных, как у нас две собаки, две кошки, то, знаете, в тишине это не пройдёт никогда, съёмки. Мася, да, она у нас стерилизованная. Она у нас просто болтушка, крикушка. Это не то, что значит, что весна, и она хочет кота, как некоторые пишут. Нет, это её характер. Она по жизни, вот она идёт, она по жизни такая. Поэтому никакого кота. Она как раз-таки тоже бездомная, бывшая бездомная. Ну, подкидыш, вернее. Ну, подкидыш, да, мы на зиму от выбора. Мы взяли вот так, так получилось. Я уже рассказывала, да, кому интересно, можете посмотреть видео, там у меня есть, о наших питомцах. Теперь самое главное, в честь чего я нарядилась. Я раньше увлекалась куклами, вы этого не застали. Я увлекалась куклами и делала кукольную мебель из дерева. У меня был свой канал, если кому-то интересно, мама скинет ссылку на канал, он заброшен, если что. Вот, и там на канале есть мастер-класс, там, как я делала мебель свою. Мама ставит ссылку на этот мастер-класс. Очень интересно, потому что многие спрашивали раньше. Так, первый приз. Первый приз – это вот такой набор пианино. Вот такая, вот такая, со всеми прибамбасами, короче, открывается, закрывается, перевернила. Оно из дерева, из фанеры конкретно. И к нему такая банкетка. Банкетку она сама сделала, пианино нет. Пианино, да, я сделала совместно с мастером одним, не помню, Святослав. Ну, вот у меня в группе это все указано, я не помню ее, прости, Святослав, а меня. Вот, если вдруг ты это увидишь. Вот, и вот такая банкетка с кожаной, все как надо, мягенькая, с вставками. Да, это кожа, между прочим. Натур, по-моему, да, или нет, я уже не помню. Я не помню, это было давно, мы не помним. Вроде бы нет. Я пришла. Но сколько лет им, сколько лет им работам, года два-три этим работам, это моя последняя работа, я решила оставить себе на память. Но я решила их года три отдать, потому что на пользу дела. Да, еще совет по лицу. Да, вот. И, ну вот, им столько лет до сих пор стоять, ничего с ними не происходит. Да, это первый приз. Это первый приз. Второй приз очень тяжелый. Это уже, Настя, на работу полностью. Полностью моя работа. Вот такой шкаф. Тут красное дерево. Выпиливала собственными ручками. Это было очень тяжело. Да. Вот тут у нас такой орнамент наверху. Открывается. Смотрите. Все открывается. Вот тут вешалочки она сделала индивидуальные. Вот такие вот вешалочки с крючочками. А тут у нас что? Не знаю. Давай посмотрим. А, тут у нас... А, это для куколки плана. Это нижнее белье для куклы. Покажи. Кстати, тоже покупала у какой-то мастерицы. Нет, я это выиграла в конкурсе. А, это выиграла в конкурсе. Вот челочки для куколки, трусики. Это трусики? Нет, это лифчик. Нет, это трусики. Нет, вот лифчик. Да. А это трусики. Это челочки. Подожди. А, это тогда... Вот трусы. А, это тогда что сейчас? Смотрю, что это такое? Не знаю. А, это нагло. Нет, нет, это тоже лифт, только другой лифт. Другой лифт. Все, понятно. Ну, это тоже, короче, все будет здесь же находиться. Вот. Здесь у нас тоже ящичек тут. Обувь для куклы. Да. Все останется здесь. Все выдвигается. Опс. Опа. Усток. Мои волосы здесь оказались. Здесь красное дерево в бокам. Вообще интересно, было видно или мы так все это... Надеюсь, было видно. Если что, фотографии будут поставлены там. Да, да, да. В этой работе столько желез, сколько его... И пианино. Это красное дерево, по-моему. Красное дерево. Да. Тоже три года. И все в порядке, все двигается, как вы видели. Она довольно-таки тяжелая. Очень тяжелая. Шкафчик, тяжелая шкафчик. Да. Ну, это для куклы, это для деток. Это будет прекрасный подарок, что пианино, что это для детей, для взрослых, как я, которые увлекались куклами. Потому что я сама сделала, сама хотела. И также это будет прекрасный элемент интерьера. Мне кажется, такая вещь очень прекрасно будет смотреться на каком-нибудь там камине или еще где-нибудь. Да. И очень было приятно, чтобы такое иметь. Я его оставила для себя. Раньше оставляла, да. Это все ручная работа. Доказательство того, что видео, мама оставит видео, как я другую работу делала, но точно такую же дерево, в описании. Тогда у нее не было такого маникюра. Да, тогда у нее были такие огрызки, все руки в шрамах были. Потому что сама выпиливала лобзиком. Лобзиком, ручным лобзиком. Я была только на подхвате. Все спиливать края, там покрасить. Еще мама шила. Шила. Шила подушечки, да. Одеяло, подушки, всякие вот эти вот... Потому что шить для меня это было кашля. Покрывало там, еще что-то такие вот. Обработка лаками, красками, с клейкой всей, потому что здесь нет ни одного гвоздя. В шкафу есть гвоздя, чтобы... Ну, дверцы открывались. И чтобы он держался в гвоздь, где есть гвозди. Да. Вот. И, ну вот, выпиливаем, все было вручную. Было нелегко. Вот. Так. И третий приз. Третий приз от моей подруги, замечательной Оля. И она просто потрясающий мастер. У нее просто сногсшибательная работа. Вот такие серьги. Они будут где-нибудь здесь, в фотографиях. Они сейчас на руках у меня нет, но я их скоро заберу. Вот где-нибудь фотография. Она помимо Серега еще делает такие... Такие броши замечательные. Я вшел. По фотографиям домашних ваших животных. Да, да. Это просто восторг. Не отличишь от животного настоящего. Тоже ссылка на ее инстаграм будет в описании. Это вот третий приз. Так, так, так. Кто может участвовать? Участвую кто угодно в пределах России. За границей я не умею. Нет, ну отправлять несложно, но лучше не стоит, потому что вдруг какие-то будут сложности. В другую страну. Да, да, да. По России мы все отправим, завернем как надо. Вот. Шкаф, хоть он и тяжелый, но я думаю, дойдется в сохранности. Не должно ничего случиться. Вот про пианин, от банкетки тем более. Тем более. Вот. Все, ну, упакуем и отправим. Да. Так что участвуйте со всей России. Управим любой город. И все, что вы переведете, на счет именно группы «Сохрани жизнь собакам с полей». То есть не нам, а им. Конечно, то есть они нам. Вот. И у них еще будет выставка. Да, выставка будет тоже проходить в апреле, как мне сказали, 24-25. Я там тоже буду. И розыгрыш будет длиться. Подожди. В экспо-форуме тоже так же. Выставка, ой, выставка. Розыгрыш будет длиться неделю. В течение недели можно там исправить 100 рублей сегодня, 100 рублей там завтра. Вот. И вот так вот у себя номерки, как хотите, можете делать. Вот. Ну, чем больше, тем лучше. Потому что, ну, они же того стоят. Это же красиво. Ну, помимо красоты, еще благое дело. Все-таки помощь животных. Не все могут позволить себе взять животное домой. Да. Но вы можете сделать 100 рублей. Отправить 100 рублей. Хотя бы это самая помощь. Еще есть большой, очень высокий шанс выиграть такие вещи замечательные. Начинаю работать. Преприза. Вот. Которые, между прочим, я продавала с большие деньги. Но они покупали. Да. Да. Осталось только две. Вот. Что? Ну, все, вроде бы. Все? Ну, ко всем сказали, что будет экспо. А где это находится? Экспофорум в Питере. А станция метро ближайшая, это какая на них? Ну, чтобы вдруг люди не знают. А, Московская, да, точно. Станция метро Московская. Да, Московская там бесплатно. Автобусы ходят до экспофорума. Ну, там совсем недолго. Минут пять и уже экспофорум. Вот. Ну, выставка от того стоит. Это замечательное впечатление. Я жалею, что раньше никогда такие выставки не посещала. Теперь буду. И как балантер тоже. Ну, прям там вы можете помочь. Вы можете приехать. Вы можете оставить там денежку, оставить корм. Там, ошейники. Так все, что угодно. Присмотреть собаку. Да, и кошечку тоже. Там есть кошечки, между прочим. Вот. Там есть... Мася, блин. Вот. Там... А, и там еще в секции бездомных животных, вот это вот, который занимается ветер перемен, проект. Там постоянно происходили тоже свои розыгрыши. И для того, чтобы проект действовал дальше. Давай, давай. Насажай. На ручки. Вот, вы можете приехать, повеселиться. Там есть для детей. Вот линчайка. Ну, давай, давай, давай. Аквагрим, прощи всякие. Ну, было, во всяк случай, весело. Никаких проблем там не было. Ну, с детьми туда приезжают очень много, да? Да, детьми было очень много. Дети были достаточно рады. Одна девочка расплакала, потому что собаку захотела. И там как раз Настя, которая курировала собаку, которая... Ну, не курировала, а которая с ней сидела. Я с ней сидела. Да, лис. Лис. Фотографии, видео тоже будете в конце. Он такой чудный. Если бы я там была, я бы, наверное, там разрыдалась, уходя, потому что, ну, куда у нас? Три собаки, точно мы не справимся с тремя собаками. Был бы собственный дом, у нас было бы, да, три собаки. А может и больше. Я в три там и шесть. Вот, поэтому я хочу, как говорится, вас призываю. Мы призываем вас к тому, чтобы хоть как-то помочь, хоть как-то. А может быть, даже взять собаку с приюта. То есть, понимаете... Там есть и маленькие, и большие собачки. Посмотрите. И маленькие. То есть, знаете, вот что хорошо. Вот у нас Софочка, она такая средняя собачка. Не маленькая. Ладно, хватит полковни, а то мы там это самое главное. Участвуйте в розыгрыше. У вас есть шанс, очень хороший шанс выиграть. Приезжайте на выставку. Вступайте в группу «Сохрани жизнь с собаками в параллель». Ссылочку. Все ссылочки будут под видео. Под видео подписаны тоже, чтобы не запутаться. Ну все. Да. Короче, я смогу сейчас... Экспо-форум, зао-шоу, ветер перемен. Вот тут волонтеры. Скай, кричишь просто. Да, он прямо на меня еще. Да. Да, он лапу подает. Грустный. Что ты рисуешь, мальчик? О, какой милый. Активный. Активный. Что мы кавкай? Что мы кавкай? Чем мы занимаемся? Вот группа помощи «Сохрани жизнь с собаками в поле». Сам называется фестиваль животных с приюта «Ветер перемен». Сегодня последний день. Вот эти вот, за вот этими чувачками мы тут съедим. Вкусняшки у них. Все молоденькие тут собаки. Ну такой милый. Там проходит осмотр. Прошли уже. Там другие собачки. И другие приюты. Вот так. Это тоже из нашего. Лисик, иди сюда. Иди сюда. Ты такой трогательный пес. Лисик. Такой милый, да. Такой милый. Худенький какой, да. Из бобруйской усыпалки. Короче, из ада его привезли. Медняга. Он какой тощий. Такой милый. Хастый. Да? Да. Да. Этот трогательный пес. Я вообще не знаю. Такой милый. Есть почему. Такой милый. Да. Когда мы не знакомы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова На этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался. Еще, еще. Вы сбрасываете это видео, пост, своим друзьям, знакомым, чтобы тоже поддержали. Инициативу по поводу розыгрыша и помощи животных. Ну да, делитесь. Не можете поучаствовать? Поделитесь, кто-то поучаствует. Ну да, у всех своя возможность. Ну, соответственно, мы хотим с дочерью вам пожелать крепкого-крепкого здоровья. Не болейте, мы дорогие. Всех благ. Бабуша, наверное. Ну вот, что все-все у вас было хорошо. Любите своих близких, мам, бабушек, дедушек, деточек. Любите, животных любите, оберегайте, не обижайте. Ну и мирного неба над головой, дружба между народом и уважение, за мои понимания, между разными верностями. Всех до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok